Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Николай Чиняков хочет сменить сферу деятельности. Подал в отставку временно исполняющий обязанности заместителя губернатора края. Следственный комитет проводит проверку, готовы ли горожане после массового отравления роллами отказаться от их употребления. Пять лет исполнилось девочкам, которые родились сиамскими близнецами. Почему история так и не стала сказкой? Итак, режим ЧАЭС, который был объявлен в начале июня из-за срыва посевной кампании, отменен. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Виктор Томенко накануне подписал соответствующее постановление. Аграриям за это время удалось максимально устранить последствия переуложнения почвы. Изменили структуру посевных площадей и сортовой состав сельхозкультур. Специалисты все силы кинули на борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, которые проявляются из-за чрезмерной влаги. Режим ЧАЭС снят, но на территорию края пришла засуха и жара. Это тоже может негативно отразиться на посевной. А впереди уборочная кампания, сроки которой из-за погоды существенно сдвинутся. 29 в тени. Температура в крае в эти дни продолжает бить рекорды. Лишь к концу недели синоптики обещают небольшой дождь, но жара не спадет. По предварительному прогнозу, знойным будет весь месяц. Как не пострадать от палящего солнца и действительно ли горожане страдают от него, расскажет Елена Кузовкина. На часах половина второго самый разгар летнего солнечного дня. Термометры в центре Барнаула показывают 30 градусов. Достаточно провести несколько минут под палящим солнцем, кожа тут же покрывается потом и даже становится трудно дышать. Это же приятный ветерок не всегда спасает, поэтому пойду-ка лучше в тенек. Оказалось, что найти свободный тенек не так-то просто. Во всяком случае, на центральных аллеях и площадях города подобных мест очень мало и те уже заняты. Тот, кто помоложе и посмелее, за прохладой стремятся в фонтаны. Как водичка? Вообще здорово. Лето освежает и бодрит. Прям супер. Освежиться и взбодриться не прочь голуби. Стайка пернатых облюбовала космос. А вот сотрудникам горзеленхоза недоводных процедур. Их рабочий день начинается в половину седьмого утра, когда воздух еще относительно свеж и не так жарко. И продолжается до последней травинки на клумбе. Водичку пьем. Отдыхаем, ходим. Иногда на 10 минут в день. Ну, этого достаточно? Ну, да. Мы же привыкли. Тому, кто не привык, жару лучше переждать дома, советуют медики. В целом же массовых обращений за помощью в лечебные учреждения нет. Специалисты говорят, люди научились самостоятельно контролировать свое здоровье. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, в зависимости от погоды корректируют дозу лекарственных препаратов. Постоянный контроль, необходимый транспорту. Общественный ходит без перебоев. По заверению водителей, в прошлом остались машины, которые кипели. Технически исправная машина. Она не должна греться. Насколько комфортно пассажирам в салоне? Никто не жалуется. Бывает, жалуется, если что-то закрыто. А так вроде. У нас еще в Лязр по-божески есть автобусы. Вот эти большие, которые там намного душнее, чем у нас. Небольшой дождь с грозой придет в краевую столицу к выходным. А с понедельника вновь безоблачно и до плюс 30. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Второй по счету. Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора края подал в отставку. Николай Чиняков написал заявление по собственному желанию. Сегодня чиновник отработал последний день в администрации региона. Напомним, в 2016-м Николай Чиняков занял должность заместителя теперь уже бывшего главы края Александра Карлина. Чуть позже стал заместителем председателя правительства и министром экономического развития Алтая. Николаю Чинякову 39 лет. В главном управлении экономики и инвестиций он проработал 18 лет. Туда он устроился сразу же после окончания технического вуза. По сообщению целого ряда СМИ, Чиняков сегодня объявил сотрудникам, что хочет сменить сферу деятельности. Хотя еще несколько дней назад говорил, что не планирует покидать свой пост. Напомним, что это уже второй заместитель, который ушел с момента отставки Александра Карлина. Ранее кресло зама покинул Сергей Локти. 20 миллионов рублей потратят в крае на оснащение избирательных участков, где жителям региона предстоит 9 сентября отдать свои голоса за нового губернатора. Сейчас объявлен соответствующий тендер. Камерами планируют оснастить и территориальные комиссии, где будут подсчитывать результаты. Мы предполагаем использовать видеонаблюдение в таком же объеме, как и на выборах президента Российской Федерации, в частности не менее 741 участковой избирательной комиссии, где максимально зарегистрировано достаточно значительное число избирателей, свыше 70%. Что касается претендентов на кресло губернатора, то пока о своем выдвижении избирательную комиссию введомили 6 кандидатов. С 18 по 28 июля им предстоит сдать собранные в их поддержку подписи муниципальных депутатов, пройти так называемый муниципальный фильтр. Как сообщили нам сегодня в Краевом избиркоме, на этот раз сменяется система досрочного голосования. В привычном формате она будет доступна только жителям отдаленных сел. Таких избирателей в регионе около 100 человек. Так вот, в один день с выборами 9 сентября в Краевой столице пройдет День города. В этом году не будет традиционного концерта на Сахарова, возможно, и салюта. Городские власти сообщили, что праздничные мероприятия, так называемые мини-концерты, пройдут на территориях рядом с избирательными участками. Для основного торжества нынче хотят задействовать новую Барнаульскую набережную. Правда, здесь пока нет специальной сцены, да и актуален вопрос, хватит ли места для всех желающих отметить День рождения Барнаула. Напомним, год назад часть мероприятий прошли на так называемом Барнаульском Арбате, улице Молотобольской. Какой будет полная программа празднования 288-й годовщины со дня рождения Барнаула и смогут ли горожане и гости города увидеть салют, станет известно позже. Краевой следственный комитет проводит проверку по факту отравления роллами 15 жителей краевой столицы, в том числе двоих несовершеннолетних. Инцидент вызвал ажиотаж среди пользователей соцсетей, его активно обсуждают. О состоянии пострадавших, а также о том, готовы ли Барнаулись отказаться от заказов японского лакомства, расскажет Валентина Аскерова. Больше половины пострадавших госпитализированы в инфекционное отделение. Остальные проходят амбулаторное лечение. Среди тех, кто ел роллы, двое несовершеннолетних – 12 и 17 лет. У всех пациентов кишечная инфекция, поражен желудок. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Все заболевшие употребляли роллы, заказанные в этой службе доставки под названием «Японский бокс». Сейчас она закрыта. Краевой Роспотребнадзор принял решение запретить индивидуальному предпринимателю оказывать услуги общественного питания. Общепит будет закрыт до тех пор, пока директор не наведет там порядок. В ходе проверки Роспотребнадзор выявил на предприятии массу нарушений. Правда, озвучивать их ведомство отказалось. Но один из пользователей соцсетей разместил в паблике «Барнаул-22» фотографии документов, которые он якобы получил, когда Роспотребнадзор проверил службу доставки. Среди нарушений числятся просроченные санкнижки, отсутствие горячей воды и документов, подтверждающих качество некоторых продуктов. Массовым отравлением уже заинтересовался СУСК. Он проводит доследственную проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических правил и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. По результатам проверки будет принято соответствующее продукциальное решение. Любителей японской кухни в Барнауле, да и в целом в России, как известно, немало. Мы решили выяснить, готовы ли жители краевой столицы отказаться от иностранного лакомства после массовых отравлений. Вы после этого случая не будете меньше есть суши? Думаю, нет. Это не показатель. Буду задумываться и выбирать что-то надежное. Не особо люблю их на самом деле. Очень редко заказывают только с подружкой. То есть вы на дом заказываете? Ну да, но редко. Когда проверены фирмы. Проверенная или непроверенная, шанс отравиться сырой рыбой, а именно она, основной ингредиент роллов, есть всегда. Поэтому специалисты советуют суши и роллы не употреблять чаще двух раз в месяц. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. Сибиряки в основе своей предпочитают мясо. Так вот, к осени на Алтае может сильно подорожать мясо птицы. По крайней мере, так считает ряд переработчиков края. Накануне на расширенном заседании Мясного союза Алтая не обсудили ценовые перспективы на рынке. Эксперты сообщили, что розничная цена на курицу и индейку уже пошла вверх. Так, тушка бролера за последние месяцы подорожала в среднем на 6,5%. Основная причина, по мнению местных производителей, рост цен на корма, прежде всего, соевый шрот. Его, по словам сельхозпереработчиков, сейчас активно скупает Китай. Цена на него за три последних месяца выросла в среднем на 20%. Впрочем, отдельные производители уверены, что цены на мясо птицы скоро упадут. Надо только дождаться окончания чемпионата мира по футболу. Наоборот, в ближайшем будущем, после чемпионата мира по футболу, продукция начнет из центральной части себя заморозка попадать. И, может быть, даже, с моей точки зрения, наоборот, цена может упасть. Штабтовики перед чемпионатом мира, они всю продукцию, там же, как минимум, на 2 миллиона, по прогнозам, там вроде только туристов было. И вся продукция, они ее держали. К нам она не попадала. Обычно цены они нам сбивают. Вот, между тем, известно, что тема подорожания мяса птицы недавно поднималась федеральным отраслевым объединением. Крупнейшие в стране переработчики высказались за то, чтобы антимонопольная служба разобралась с повышением цен, которые идет вразрез с растущим производством мяса в стране. К сожалению, сказкой эта история не стала. 5 лет назад на Алтае впервые провели операцию по разделению сиамских близнецов. Она прошла успешно. Младенцев выписали с диагнозом ДЦП. Девочки все так же живут в Шипановском районе. Село Самсоново и даже двор своего дома практически не покидают. Семьей, в которой растят необычных близнецов, встретилась наша съемочная группа. Вот они, малышки, через пару недель после операции. Февраль, крещение, никто не заплакал. У мамы Виолетта, у папы Эвелина. Спустя 5 лет она такой же улыбчивый ребенок. Свои игры вовлекают всех вокруг, учатся ходить и говорить. Бегать, не депил. А это Виолетта, осложненная ДЦП. Она не держит спину, не сидит и не говорит. Что, дочь, нямыть, кушать? Она ух, ух. И спать так же, если фут заплакал. Что, дочь, заплакала? Спать хочешь? Ух. И сразу, и все. Попьет, поест и лежит дальше. По словам Елены, о сиамских близнецах она узнала на 6-м месяце беременности. Как говорят врачи, о рисках ее предупреждали. Все знали изначально, все знали, что у них проблемы с головой. То есть у Эли, это затылочная часть, то, что отвечает за ноги. А у Виолы полностью была, ну как мне объяснили, это частички головного мозга погибли. А потом они слились в единую, была киста. Ее рассосали, как бы, а головной мозг-то он же не... Нас выписывают и мне вот доводят до меня, что это два ребенка-инвалида. О том, что девочки сиамские близнецы, сразу и не скажешь. Да и развиваются они по-разному. Виола живет лишь на руках. И вот так же мы зажарку зажариваем, и суп наливаем. Ну, картошку только когда чищу, то я ее в коляску положу. А Эвелина ежедневно учится ходить. 15 метров в одну сторону, длина коридора. Такие масштабы были не всегда. Когда девочки родились, семья, в которой воспитывают еще двух старших сыновей, ютилась в маленьком доме. Власти пообещали построить новую, но не построили. Супруги сами в кредит оформили половину квартиры. Муниципалитет по их просьбе купил другую и частично оплатил ремонт. Изначально велась работа, в том числе муниципалитетом, по организации проживания. То есть там были вложены средства на строительство, реконструкцию, скажем так, жилья. Вложение как бы пришлось тоже делать. И отопление, и все это. В пределах 300 тысяч где-то так. Это отопление? Отопление, проводку, электричество. Все это полностью за наш счет было. Сегодня многодетная семья под пристальным вниманием. От соцзащиты получает выплаты, педиатр рассматривает регулярно. Не решен вопрос реабилитации. Два года Елена сознательно ее пропускает. Говорит, тяжело ездить одной, да и девочки возвращаются с простудами. Врачи же утверждают, часть лечения уколы могут ставить и на дому. Для того или иного пациента есть эксклюзивные, так скажем, препараты. И, вероятнее всего, маме приходится ездить в Барнаул за ними. Но со стороны мамы в адрес администрации Шипановской ЦРБ обращений за помощью, по крайней мере, доставки препаратов не поступало. Алексей Баталов объяснил это нашей съемочной группе. Маме, по ее словам, врачи о такой возможности никогда и не говорили. А еще семья бы не отказалась от специальных тренажеров и инвалидной коляски. Фактически техника есть, но выделены государством прогулочные коляски жесткие. Они часто ломаются. Купить удобное для семьи дорого. Велосипед, который бы направлен на то, чтобы у нее развивались ножки. Если бы было бы, конечно, мы бы все делали и дома. Но у нас этого нет. Мы не можем себе не позволить ни съездить в больницу, потому что у нас даже элементарно нет такой коляски, в которой бы мы могли передвигаться. Положен ли им специальный тренажер бесплатно, родителям тоже никто не объяснил. Положенную обеим девочкам ортопедическую обувь выделили только на одного ребенка. Поэтому супруги рассчитывают на свои силы, развивают хозяйство. И своих маленьких особенных принцесс привыкают носить на руках. Мы смирились. Анастасия Дороган, Николай Шилко. Наши новости. Сегодня ушел из жизни легендарный алтайский журналист и фотограф Виктор Садчиков, не дожив до 78 лет. В ближайшее время станет известно, когда и где будет похоронен фотограф, которого, безусловно, можно назвать одним из самых известных в Алтайском крае. Он автор различных фотоальбомов, посвященных нашему региону. Персональные выставки фотографа проходили в Японии, Лаосе, Болгарии, Монголии и других странах. С 1972 года Садчиков работал собственным фотокорреспондентом телеграфного агентства «Итартас» на Алтае. Работы Виктора Садчикова отмечены дипломами самых престижных мировых выставок. Кроме того, он был награжден серебряной и бронзовой медалями в ВДНХ СССР. Хоккеисты клуба «Алтай» вышли из отпуска. Тренировки начнутся через неделю. Занятия будут чередовать сразу на нескольких площадках Барнаула. Задействуют стадионы «Динамо», «Клевченя» и спортивный зал педагогического университета. До этого времени игрокам нужно будет пройти медицинский осмотр. Подробности из «Стана» о красно-синих и другие новости спорта знает Станислав Сергеев. Станислав, вам слово. Спасибо, Кирилл! Вот и пролетел отпуск у хоккеистов. Втягиваются. Наверняка поначалу будет тяжело. До начала августа Алтая чередует и совмещает тренировки на льду и, как говорят профессионалы, на земле. Пока же в обойме 27 игроков. Железные – это вратари Александр Власов и Илья Кривич. Обещают, что будут новички. Будем посмотреть. Планируют задействовать лед современный Карандин-Арены, что на Жасминой-3. То в дворе, что спорта, который имени Титова. Краевая прокуратура требует закрыть из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. Уже на середину августа Алтай запланировал контрольные встречи. Хотят сыграть в Красноярске с целым рядом соперников. Определяются и соперники футбольного барнаульского «Динамо». По информации которой поступают из Москвы, зону «Восток», где играют синие-белые, все-таки хотят подробить на две. Правда, при этом лиги «Дальний Восток» скорее всего не будет. Там просто не набирается команд, готовых играть во втором дивизионе. В результате смена из Комсомольска на Амуре с большой долей вероятности откажется от выступления. Зато «Сахалин» нет. Островитяне согласны играть даже в зоне «Сибирь». При этом матчи проведут в Томске. Остальной список участников на ваших экранах. Это все пока со словом «предварительно». Предварительный план и предварительный список участников. Ждать осталось совсем недолго. Турнир должен взять старт в начале августа. Для волейболистов университета сезон начнется чуть позже, 17 сентября. В этот день команда Ивана Воронкова начнут битвы за трофей под названием «Кубок России». Соперниками станут представители Новосибирского «Локомотива», Питерского «Зенита», «Газпрома», «Югры» и «Сургута», «Нижневардовского», «Саматулора» и «Тюмени». На этом у меня все. Эти две с половиной минуты вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым. Желаю вам эффективных достижений целей. Твори, люби, благодари. Эстафетную палочку передаю вновь в студию. Спасибо, Станислав. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». На большей территории края по-прежнему сохранится жаркая погода. Будет ясно в Белокурихе – 26 тепла, в Алейске, Змейногорске и Рубцовске – 28 выше нуля, 29 в Бийске, в Барнауле ясно, ветер северо-восточно умеренный, в ночное время 18, днем до 29 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний – 722 440. У меня все новости на сегодня. До встречи!